Фантастический мир Пьеса Рэя Брэдбери «Чикагская бездна» Это фантастика предупреждения Это о том, что будет, если разоружение пойдет вспять Если в космос будет выведено ядерное оружие После пьесы вы услышите об этом мнение ученого, обозревателя А сейчас мир Брэдбери Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 КОФЕ КОФЕ ГУДИТЬ ЯРКО-КРАСНЫЙ ЭКСПРЕССО КОФЕ 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 Танцуют и кружатся в жерле воронки хрупкие панцири темных бразильских зерен и нож кофемолки, который дробит их со стуком. КОФЕ Извлекает из них бодрый дух плодородной земли. КОФЕ 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 Медленно пить, не спеша, а сначала понюхать. Коснуться ноздрями, зыбкой волны ароматного теплого воздуха. Так пробегает в летних сумерках ветерок. Не уходите, пожалуйста. Прошу вас. Я не хотел. Не думайте. Ушла. 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 Ты не меня хотел избить. Ты злился на совсем другое. Да? На время. Да? На общий ход вещей. Ну, время не ударишь, а я тут. Я досягаем. Ну, смотри. Вот я сижу. И все нормально. Ты не должен оставаться на свободе. Ты не должен шляться, делай людей несчастными. Тебя пора арестовать. Я найду кого-нибудь. Я найду кого-нибудь. Эй, кто-нибудь! Эй, кто-нибудь! Эй, кто-нибудь! Постой. Нет, нет. Кретин. Простите? Я говорю кретин. Вы были здесь все это время? Вы видели и не вмешались? Ввязаться в драку с одним кретином, чтобы спасти другого? Нет. Нет. Лучше я приберегу свой пыл для настоящей драки. Ну, пошли. Куда? Зачем? Куда? Домой. Зачем? Да потому что он, ваш мозгляк, с минуты на минуту воротится с целой оравой полицейских. А я не хочу вас терять. Месяцами я слышу о вас. Я искал вас день за днем. А когда нахожу, черт возьми, вы опять откололи номер. Что вы сказали, парня? От чего он взбеленился? Я вспоминал про апельсины, лимоны, сигареты, сласти. И как раз хотел припомнить вересковые трубки, заводные игрушки и чесалки для спин, как он обрушил на мою голову небеса. Я его почти не осуждаю. Я и сам, сам, представляете, готов был вас ударить. Слышите? Скорее. Скорее. Подождите. Я этого не оставлю. Вот он. Драгоценный камень. Весьма драгоценный. Мой зуб. А? Мой зуб. Мой зуб. КОНЕЦ Ну, вот и добрались. Садитесь. Будем ужинать. Ну, вот и добрались. Садитесь. Будем ужинать. Я не смогу жевать мой зуб. Тогда глоток вина. Оно не помешает. Не правда ли? Вино не верится. А вы? У нас один бокал. Мы будем пить по кругу. Нет, вы первый. Вино, вино. Невероятно. Ваше здоровье. Добрая леди. Добрый сэр. Добрый сэр. Добрый сэр. Добрый сэр. За всех нас, за иные годы, за старика с болтливым языком, за колотушки, выбитые зубы. Расслабьтесь, вас им не догнать. Садитесь за стол, приступим к ужин. Старик, побои, как это случилось? Вы, как святой, что жаждет мученичества, вы стали знамениты. Нет человека, не слыхавшего о вас, а многие мечтают о встрече с вами. Я, пожалуй, прежде всех, мне хочется понять, что вами движет. Вы не объясните? Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать спагетин, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять горошин. Простите, я готов на них молиться, как на четках. Девятнадцать спагетин и двадцать девять горошин. И... Нет, шарик мяса, что за матюрморт великолепный, но у вас в тарелке, добрая леди, двадцать восемь горошин, а у вас, сэр, двадцать семь. Несправедливо, что у меня их двадцать девять. Вы гость. Да, гость. И гость весьма признательный. КОНЕЦ 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 Двадцать девять горошин. Я помню, да, я помню, как в детстве смотрел фильм с одним знаменитым комиком. А вы знаете, что значит слово комик? Это такой забавный человек, который всех смешил. В этом фильме он встречает лунатика в полночь в доме, где он часто бывал. И... Простите, но это еще не шутка. Лунатик усаживает комика за стол. Пустой. Без вилок, без тарелок, ножей, еды. И объявляет, обед сервирован. Комик испуган до полусмерти. Он начинает играть, проникаясь верой в собственную игру. Он тщательно пережевывает невидимый бифштекс. Невидимые овощи. Глотает воздух, как вино. И говорит... Великолепно. Можете смеяться. Да. В общем, комик, то ли вжившись в роль, то ли желая польстить лунатику, говорит... Ох, эти груши бесподобны. Груши. И лунатик выхватил револьвер. Какие груши? Груш я на стол не подавал. Вы псих. И он выстрелил. Откройте! Откройте! Мы слышали, как вы стучали. А я еще раз повторяю, чтобы вы услышали и получше усвоили. Вы вероятно догадались, кто я и откуда. Мы ищем беглеца-преступника. Итак, мы ищем беглеца-преступника. Спокойно. Мир наш полон преступных беглецов. Это мужчина в ветхой и грязной одежде. Не я, не я. Мало ли кто. В такой одежде все теперь ходят. Он очень стар. И это тоже кто угодно. Награда за его поимку или выдачу – недельный рацион. Он, наверное, особо опасный. Кто? А, старик. Да, особо. Подумать только целая неделя. Плюс десять банок овощного супа и пять фасоли. Суп? Представляешь, консервные банки настоящие, с ярко-красными ярлыками, сияющие серебром, как метеоры. Я их так ясно вижу даже здесь в темноте. Не ворох бумаги, не обесцененные деньжонки, не десять или двадцать тысяч никчемных долларов за старого болтуна. Нет. То, что действительно обладает весом и плотью. Десять чудесных банок настоящего супа. И пять драгоценных, наверное, ярких, как цирковые афиши, банок полузабытой фасоли. Вот это награда. Ею можно гордиться. Подумай. Подумай об этом. Подумайте. Подумайте об этом. Я думаю. Они думают. Я слышу, как урчат их желудки, доводя их почти до обморок. Сколько лет они ничего не видели, кроме кошмаров, прокисшей политики и жидкой размазни. А теперь их губы шевелятся, язык тычется в зубы, наконец-то предвкушая работу. Они исходят слюной. Суп. Фасоль. Пятнадцать отличных банок. Подумайте об этом. Подумайте. Эй, господин. Пятнадцать отличных банок. Перед полезами. Ой, господин. Выдать самого себя, чтобы наесться в волю. Почему? Почему вы меня не выдали? Ты скоро все поймешь. Ты все поймешь. Жена, иди. Ты знаешь, что делать. Действуй. Куда она, ваша жена? Пошла за остальными. За остальными? За всеми жильцами этого обиталища. За всеми? Иди, старик, за мной. Послушай, старик, ты все равно все время лезешь на рожон, едва ты откроешь рот. Подумай сам, зачем растрачиваться впустую на одного или двух, когда можно поговорить со многими разом? Да, ну, о чем мне с ними говорить? О чем ты хочешь? Разве так не лучше, чем скитаясь в одиночку? Я ненавижу, когда меня бьют и преследуют. Но мой язык, я должен слышать, что он говорит. А теперь объясни мне, проклятый дурак, почему и другие рядом с тобой становятся идиотами? Почему мы, рискуя собственными головами, отыскали тебя и привели сюда? Наверное, почти как театр, киношка. Яхта, синема, так же, да. Да, но театр, представление, все это я. Да-да, приходит вечер, солнце почти касается земли, и в эти вечерние часы актеры выходят на подмостки. Вижу, вижу, все как в былые годы. Лампы пускнеют, погружая в темноту партеры, ложи, ярусы балконов. Весь зал окутан пряным ароматом, в котором запах апельсинового сока и жаркий запах кукурузных зерен, дух мятной жвачки щиплющий язык смешались воедино. А внутри коробки сцены раскрывались, как подсолнух оживает яркий свет. Сейчас спектакль начнется. Идиот! Так меня кое-кто называет, а я этим горжусь. Но как я стал таким? Давным-давно, когда я глядел на разрушенный мир, на диктатуры, на мертвые страны, на нации, которые, утратив духовное единство, перестали быть нациями, я думал, что делать мне усталому, ни на что не способному старику, ни мне восстанавливать разрушенное. Но... Однажды ночью, лежа в полудреме, я припомнил одну старинную, чудесную песенку. Когда-то у меня была пластинка с этой песней. Проигрыватель! Диск! В старые времена эту песню исполняла знаменитая водевильная труппа сестры Дункан. Воспоминания. Вот все, чем я живу. Дорогие воспоминания. Слышите? Слушайте! Слушайте! Воспоминания. Память. Я напевал эту песенку. Память. Внезапно это перестало быть просто песней, а стало смыслом моей жизни. Где хранится исчезнувший мир? В памяти. Он проступает сквозь сегодняшний день, чтобы мы постигли глубину своих потерь и рассказали об этом молодым. Одно цепляется за другое. Я заметил, что чем больше я вспомнил, тем больше я еще вспомню. Память небесплотна. Она воскрешает тени. Я начинаю их в яве ощущать. Я их трогаю, нюхаю, слышу. Я могу оживить миллионы вещей. Например. Например, цветок. Губную гармошку. Вы играли когда-нибудь на губной гармошке? Пай. 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 Губная гармошка. Наперстки. Когда вы видали в последний раз, если вообще видали? Наперсток. Велосипедные зажимы. Не сами велосипеды, а просто зажимы. для брюк, салфеточки для мебели. Вы их видали, как большие снежинки они. Я все припоминаю, все в деталях. Ведь я же, я только помню, помню разный хлам. Я никогда не мог запомнить пьес, поэм, стихов. Я создан для того, чтоб в памяти хранился утиль. Никелированные блестки разбитых и забытых мелочей, оставленных когда-то у обочин, дороги, по которой прошла цивилизация, свернув потом куда-то в бок. И вот теперь катится в бездонную пропасть. Да, я тащу в своем мешке ненужный вздор, какой-нибудь хронометр с покрытым трещинами циферблатом и лопнувшей пружинкой, да и множество других, лишенных смысла, мелких механизмов. Но так или иначе, мир обязан вернуться на исходную дорогу. Я собираю хлам. А может кто-то в коробочке изогнутых ладоней для нас скрывает бабочку прекрасной поэзии? Пусть помнят. Пусть вернут нам. Тогда придет их срок. Мой дар скромнее. Мой дар намного мельче. И, наверное, он быстро позабудется, едва мы продвинемся, кряхтя и спотыкаясь, еще на несколько шагов к вершине какой-то истине, бесхитростной, простой и человечной. Я же буду говорить о том, что помню, чтобы через память усердно забываемые вещи для слушателей стали ощутимы. Реальнее не меньше, чем реальность. Поскольку то, что люди помнят, это то, что они когда-то захотят вернуть себе. Пусть память, как комар, зудит и тонкой уксусной иглой, поддерживает в нас несносную чесотку желаний и страстей, уже готовых отмереть навеки. Этот зуд еще людей заставит покопаться в разлаженном и ржавом механизме больших часов, чтоб тронулись сперва секунды города, потом минуты страны и напоследок. Мир. Пусть одному захочется вина, другому кресло-качалки, креть ему, пускать тяжелокрылый планер, а тогда возникнет и электроптеродактиль, великая машина для великих людей. Захочет кто-то справить Рождество, другой, всепонимащий ему, привозит свежесрубленную елку. Объедините скромные мечты, мечту к мечте и незаметный вильтик к другому, а я буду вместе с вами, чтоб с носика лоснящейся масленки в узлы машины уронить по капле, прозрачно-золотого масла, и помочь пустить в машину. Наш мир соткан из тысячи невзрачных мелочей, несущих людям радость. Ненавижу тех, кто смешал нас с грязью, с прахом, кто гонит нас, как баранье стадо, на далекие поля, где мы жуем безвкусную траву. И где, сливаясь в один безмозглый, чавкающий звук, слышна работа челюстей. А волки, владыки наши, те, на чью потребу мы рождены, на верхних этажах двух-трех нам недоступных небоскребов укрылись. Мановеньем рук нас гонят на убой. Их тайники полны еды, полузабытой нами. Но память, как консервный нож, как штопор, откроет мир, который был когда-то, и этот мир убьет их. Я хочу, чтоб это было так. И вот шепчу. Я помню, помню, помню. Пусть шепот бьет их, словно хлыст, пока они не встанут на колени и не запросят пощады. Это можно сделать? Я не знаю. Но попытаться стоит. Старик. О чем я говорил? Тебе пора. Они меня услышали? Они... Но им теперь понятно, что? Вот. Там ты будешь в безопасности. В безопасности? Это билет от моего приятеля, который работает в транспортной компании. Раз в неделю страну пересекает поезд. И каждую неделю я спасаю очередного идиота, обеспечивая ему свободный проезд. На этот раз тебя. Мне билет экспресса. Специальный район в один конец. Там по краям провала кратера теплится подобие былой жизни. И поезд уходит на эту ветку раз в неделю. Уехав, постарайся нигде не останавливаться. Двигайся туда без остановки. Нигде. Забудь о том, что ты встречал нас. Или знал. Забыть? Ради Бога. Там, где ты будешь одинок, беззащитен, будь осторожен. Держись свой чудесный язык за зубами. Здесь адрес моего знакомого. Зубнов врача, который живет около Канзострейс. Пусть он вставит тебе новый зуб, а? И так починит твой рот, чтобы он открывался только во время еды. Господи, Боже, неужели они слышали? Неужели они знают? Господи, Боже, неужели они знают? Ночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ночь, время, молчи Пойдет дождь, потом снег Вихрь холодных снежин, отлетящих на землю Молчи Все тот же поезд, те же вагоны Старые, памятные, набитые людьми Субтитры создавал DimaTorzok Как тебя зовут? Мария Мария Эй Хорошо Давным-давно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Георгий Сергеевич, вот мы видели, как фантазия Брэдбери показала нам послеядерный мир. А вы, как ученые, как эксперт ООН по последствиям ядерной войны. Вот скажите, как наука смотрит на этот вопрос? Судя по фильму, события в нем происходят через много лет после того, как произошла ядерная война. Ну, наука в последние годы занимается детальным изучением самых разных сторон последствий ядерной войны. Но здесь фантазия Брэдбери заглядывает гораздо дальше. Что я могу сказать по поводу того, что здесь мы увидели? Брэдбери задолго до ядерной зимы, до последований последних лет, угадал, что вот все разрушение, так сказать, инфраструктуры, социально-экономических связей, разрыв связей между нациями, что специально было упомянуто им, разрыв и резкое уменьшение связей внутри страны. Вот поезда там ходят всего лишь раз в неделю и куда-то невосстановление развалин. Я думаю, что все это угадано Брэдбери весьма правдоподобно и правильно. Но основной упор фильма, как я его понял, это исследование психики людей вот в этот послевоенный мир, исследование человеческих взаимоотношений. И здесь уже это скорее области гуманитариев, чем представители естественных и относительно точных наук, которым я принадлежу. Ну тогда, наверное, вы можете сказать, как научный обозреватель советской культуры? Я еще не отошел от фильма, но, может быть, это и поможет мне. Брэдбери, на мой взгляд, исследует в пьесе, которую он написал, не столько последствия ядерного апокалипсиса, сколько влияние его на души людей, на мысль человека, поставленного в немыслимые обстоятельства. Он исследует человека, он в поисках, в поисках резерва человечности, того резерва, который должен спасти человечество. И спасти, конечно, не тем, что оно выживет в ядерном конфликте, а спасти осознанием последствий этого ядерного конфликта до того, как он разразится. И суметь, он подчеркивает это, без слов, самим духом пьесы, что человечество, осознав, должно не допустить этого конфликта. Конечно, бездна, так называется фильм, пьеса называется «Чикагская бездна», Это притча. В ней преподан урок нам, телезрителям, людям, я бы сказал, человечеству. Этот урок преподает нам и автор, и главный персонаж этого фильма, старик. Текст пьесы очень точен. Его реплики, его монологи звучат по-шекспировски. И, мне кажется, рождают мысль, а кто же такой старик? Главная фигура пьесы. Король лир ядерной эры. Или лука утешитель. Мне кажется, в образе, созданном Юрском, есть немного и от того, и от другого. Но главное, все-таки, голос автора-гуманиста. Он взывает к нам. Люди, будьте бдительны. Такова тема этой пьесы. Ну, и я подумал вот о чем, что это предупреждение, предупреждение показом потери. Вот человек, к сожалению, все понимает до конца только ценой потери. И вот, когда мы уходим в космос, мы теряем многое. Хотя то, что мы теряем, мы раньше не замечали. Это воздух, это вода, это... Силы тяжести. Силы тяжести. Это связанный с нею комфорт. И то же самое кофе, или, значит, еще более нужное нам за кофе человеческое общение. И вот мы понимаем тогда, когда мы потеряем на месяц, на другой, почти на год наши земные настоящие, истинные ценности, мы понимаем только тогда их цену. И будем надеяться, что и люди поймут, что они потеряют не в результате апокалипсиса, а вот из замечательной пьесы Брэдбери.